Доброго времени суток! Рада приветствовать вновь всех, кто залегнул на мой канал. Меня зовут Ева Лекцер. И в данном видео хочу рассмотреть такой вопрос. По какому сценарию будет идти развитие задуманной ситуации? Здесь вы можете спроецировать абсолютно любой вопрос. Например, что меня ожидает после переезда? Либо как будут развиваться отношения с мужчиной? И самое главное в этом раскладе, период вы задаете сами. То есть вы сами проговариваете, ну как вариант. Что меня ждет, поступлю ли я? Либо что меня ждет на новой работе в течение ближайшего месяца? Либо как будет ко мне относиться моя подруга? Понимаете, то есть спектр вопросов абсолютно разный. Либо как я себя буду чувствовать после, например, операции? Здесь вы моделируете ситуацию сами, вопрос задаете сами. Единственная просьба, что вы должны проговаривать имя дату рождения для того, чтобы настроиться на поток расклада. На ту информацию, которую вы будете получать от карт. То есть расслабьтесь, проговаривайте про себя ваш вопрос. Я только озвучиваю, как будет развиваться ситуация. Вы проговаривайте про себя период и непосредственно саму ситуацию. Работать мы сегодня с вами будем старой исцеляющего света. Я неспроста взяла эту колоду. Хочу, чтобы все-таки вы настроились на ее поток. И она помогла вам в решении либо ваших каких-то вопросов, потягощающих. Либо дала вам какой-то совет, как вам двигаться в том или ином направлении. Напоминаю, что работаю я на прямых и на перевернутых арканах. Поэтому если выпадут, даже могут выпасть все перевернутые арканы, значит так-то мог быть. Колода мешала при вас. Тасую колоду при вас. Поэтому ваши комментарии по поводу того, что такого не бывает. Но это немножечко необъективно. Итак, всего у нас с вами будет 8 вариантов. Расслабьтесь, пожалуйста. Выбрасывайте из головы все ненужные мысли. Вы должны быть только сосредоточены на своей ситуации, на своем вопросе. Либо задумывайте заранее вариант, либо выбирайте ту карту, которая будет на вас смотреть. Итак, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 варианты. Так, ну даю вам время, чтобы вы все-таки настроились. Выбрали свой вариант. Ну а давайте открывать карты. Итак, для тех, кто выбрал первый вариант. Как будет развиваться ваша ситуация. Значит, смотрите, как напоминаю, период вы задавали сами. Значит, на тот период, который вы оговорили касательно вашего вопроса, исполнение ситуации либо для вас будет неблагоприятно, либо оно будет отложено на более длительный срок. Ну то есть, перевернутая звезда, она всегда указывает либо на крушение планов, либо на крушение надежды, либо в целом, что ваша ситуация изменится. То есть, вы сами можете отказаться от этой затеи, реализации чего-то, ну например, там купли-продажи недвижимости. Либо это отложить этот вопрос, знаете, как в долгий ящик, потому что сейчас либо обстоятельства этому не способствуют, либо есть ряд каких-то, ну, преград или проблем для решения этой ситуации. Поэтому есть перспективы ее реализации, но, скажем так, в более отдаленной перспективе. Если вы спрашиваете вопрос с позиции здоровья, то это длительный период восстановления. Если это было с позиции, ну, стоит ли соглашаться, например, на эту операцию, нет? Нет, подождите. То есть, выберите более квалифицированного врача. С позиции работы, то здесь отсутствие реализации ваших планов и намерений. Например, вы надеялись на карьерный рост, либо что, если вы перейдете на новую работу, здесь каким-то образом для вас будет атмосфера лучше и материальное благо, да? Если с позиции отношений, то это ситуация расстояния. И, ну, иногда, знаете, как отношения, как на паузе. То есть, я не могу сказать об однозначном разрыве, но здесь такое, знаете, умиротворение. Для тех, кто выбрал второй вариант, здесь у нас падает перевернутая четверка кубков. А вот здесь, на самом деле, ситуация благоприятствует вам, потому что это карта выхода из ситуации депрессии, стагнации, это новые взгляды, новые веяния, новые начинания, новые перспективы, это, в целом, новые горизонты. С позиции здоровья здесь четко идет ситуация восстановления, поправления своего самочувствия, улучшения самочувствия. Есть ли с позиции работы новые взгляды, может быть, новый коллектив, новые задачи, новые должностные обязанности. Есть ли с позиции взаимоотношений, это попытки внести какой-то, знаете, новый этап, новые эмоции в вашу связь. Потому что здесь хочется обновления, очень хочется, потому что вот была сильная ситуация присущения, и теперь вы пытаетесь от этого избавиться. С позиции реализуются ли вы обезадуманные? Однозначно да. Так, для тех, кто выбрал третий вариант. Шестерка мечей. Не знаю, чтобы вы не задумывали, ответ да. Потому что карта движения, карта прорыва, движения вперед. Если задумывали переезд, переезд состоится, либо поездка, и будет для вас крайне благоприятной. Если с позиции здоровья, это сама по себе ситуация прекрасного самочувствия, либо успешно проведенные операции. С позиции отношений, новые перспективы. То есть здесь может быть, как и, например, уплыть к другим берегам, да, но и вместе с тем, давайте все-таки уточним с позиции отношений. Как здесь у нас будет? Так, если с позиции отношений, это выйти из какой-то предыдущей связи, уйти в новую, может быть такая ситуация, потому что прояснить для себя какие-то застойные моменты, потому что перевернутая двойка кубков, карта разрыва, карта ссоры, да. Поэтому здесь четко может быть желание в целом, да, эти отношения оставить в прошлом. В плане рабочих моментов, ну, карта даже может перейти в рамках одного предприятия, перейти в новую фериал, либо на новую должность, карта карьерного роста, либо переезда вас могут перевезти в другой город. В целом карта благоприятных перспектив. Опять же, с позиции финансов, ситуация финансового благополучия и улучшения вашей финансовой ситуации. Для тех, кто выбрал четвертый вариант, королева жеслов, особенно если вы являетесь представительницей этой стихии, то есть ответ – да. С позиции работы – рост профессионализма, укрепление своего авторитета, навыков. Если с позиции здоровья – сама по себе ситуация хорошего самочувствия, энергичного самочувствия. Эта карта в целом, знаете, такого эмоционального подъема. С позиции отношений – это перспективы для построения долгосрочной связи. Единственное, что по этой карте здесь может прослеживаться ревность. Если вы не представительница знака огня, здесь может быть наличие конкурентки. Давайте уточним все-таки с позиции личных отношений. В плане финансов – ситуация роста, ситуация благополучия, причем за счет вашего профессионализма и навыков. Если с позиции отношений, здесь перевернутый паш жезлов у нас падает, это называется непривычный формат взаимоотношений, то есть отношений, которых у вас до сили не было. Ну, то есть, не знаю, там, в свободные отношения, либо еще какой-то, вот знаете, если вы приверженец, знаете, вот, только официальных отношений, брачных, то здесь может быть ситуация сожительства, да, просто гражданская связь. Ну, вот в таком контексте. В любом случае, с позиции, если ответа на вопрос «да» или «нет», ответ «да» в плане реализации вашей ситуации. Для тех, кто выбрал пятый вариант, тоже ответ «да». Сбросить в себя тяжелый груз обязанностей. Если это бы касалось работы, избавиться от каких-то ненужных, надоевших проектов, либо их завершить, либо это в целом, знаете, каким-то образом оговорить свои должностные обязанности и в целом пересмотреть свою позицию на работе, либо повысить уровень доходов. Если с позиции отношений проговорить все проблемы в отношениях, устаканить этот вопрос, либо избавиться от ненужных отношений. В плане здоровья это избавление от хронических заболеваний, либо от ситуации каких-либо зависимостей, либо от той болезни, которая вас сильно тяготила. С позиции финансов, избавление от финансовых долгов, то есть все, рассчитались, выплатили кредит, либо вернули долг, ситуация стабилизации. С позиции ответа «да» – «нет», ответ «да». Для тех, кто выбрал шестой вариант. Замечательный аркан во всех смыслах. Единственное, о чем здесь говорит, может быть с позиции здоровья. Сейчас я уточню, что именно здесь может быть. Так, с позиции здоровья хорошее самочувствие. Почему уточняла? Потому что по влюбленным иногда бывают какие-то заболевания фарных органов. Здесь, смотрите, все карты в руки. В плане работы – удачное партнерство. За счет чьей-то протекции и того факта, что вы чей-то фаворит, вас будут продвигать. С позиции финансов – ситуация получения доходов из нескольких источников. С позиции отношений – тут не рассматривается ситуация любовного треугольника. Нет. То есть это обретение партнера. Если вы одиноки, то встреча такого человека. Если вы в отношениях и, например, в ссоре, наоборот, ситуация гармонизации. Если у вас все хорошо, то наоборот, укрепление этих отношений, например, выхода их на семейный уровень, официальный уровень. То есть и ответ – да, чего бы ни касалось. Купли, продажи автомобиля, квартиры, машины и так далее. Для тех, кто выбрал седьмой вариант. А вот здесь ситуация застоя, ситуация краха. Если с позиции отношений однозначно ситуация разрыва отношений, для кого-то проиграется, как ситуация бракоразводного процесса. С позиции здоровья – это ухудшение самочувствия. Если с позиции финансов – финансовые трудности. Если с позиции работы – здесь может быть сама по себе ситуация, когда вы будете вынуждены уволиться, перейти на другую работу, потому что здесь может быть либо пойти сокращение штатов, либо работа в целом, знаете, вас могут попросить по каким-то причинам. Либо же предприятие может закрыться, обанкротиться. Поэтому вот здесь в таких аспектах. Если в плане ответа на «да» – нет, ответ – нет. То есть либо ситуация себя исчерпала, либо не пришло еще время. То есть с позиции будет ли у вас примирение – ответ – нет. Либо состоится у вас какая-то сделка, будет ли она для вас продуктивной – ответ – нет. И последний аркан, восьмой вариант – смерть. Значит, ой, смерть здесь сулит абсолютно разные перспективы. Значит, смотрите, если с позиции работы ситуация переходит на новую работу, причем более перспективную, продуктивную, с позиции финансов сейчас этот момент уточним, потому что смерть не всегда является негативным арканом. Так, если с позиции финансов, то здесь да, будет ситуация материальных трудностей. Если с позиции отношений, то здесь будет прекращение отношений из-за мужчины. Если вы на текущий момент одиноки, то здесь нет перспективы встретить партнера. Если вы на текущий момент в семье, это ситуация каких-то перемен из-за вашего партнера. Ну, то есть, знаете, из-за его эгоизма. Может, какие-то конфликты, наболевшие факторы, которые вы будете пытаться, знаете, как прояснить. Смерть с позиции здоровья – это ситуация перехода на какой-то другой уровень. Не подумайте, в мир иной здесь для этого нет сопутствующих арканов. Ну, вот, например, если вы болели, ситуация выздоровления. Если у вас было какое-то хроническое заболевание, которое вас беспокоило, то здесь может ситуация усугубиться. Давайте посмотрим. По восьмерке Пентакль с позиции здоровья – это вкладывание средств, ну, как бы, в поддержание хорошего состояния своего самочувствия. Вот такой вот фактор. И опять же, для тех, кто перейдет на новую работу, здесь однозначно будут новые денежные финансовые перспективы, благоприятные. Если с позиции отношений, вам необходимо трудиться над отношениями, чтобы вывести их на качество, на новый уровень. Ну, а с позиции финансов придется много трудиться, чтобы рассчитаться с долгами, либо теми финансовыми, скажем так, трудностями, которые у вас есть на данный момент, чтобы их преодолеть. Вот такой у нас вышел расклад. Отписывайтесь, как он у вас проигрывается или нет. Буду вам признательна за обратную связь. Я вас благодарю за внимание. Меня зовут Ева Лехцер. И до новых встреч.